ДИСКЛЕЙМЕР 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 ДИСКЛЕМЕР 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 Я очень люблю Узбекскую. И вообще, в принципе, очень интересно. Привет, кукубаем! А потом мы поедем в любимое Танино кафе. Называется Green Cuisine. Это истинное кафе. Потому что это вегетарианское. Да, и они очень разные, как небо и земля. Да, там офигительные хачапури, а там офигительные морковные котлеты. Просто я как бы не старался там подключиться к стану инопланетян вегетарианских, но я люблю мясо. Извините меня, все защитники животных. Я подавлен мясом полноценно. Сижу сейчас в машине, жду Таню. Таня пошла сегодня первый раз на танцы на джаз-фанк. Решила я пойти на танцы на стиль джаз-фанк. Решила пойти на студии гу-гу. Если кто знает, это клубные танцы. Но сказали, что не набралось там людей и так далее. И мне предложили джаз-фанк. И я решила пойти, но мне не очень нравилось сначала, потому что я посмотрела видео, как танцуют. Мне не очень понравилось. И мне все очень нравится, и девочки там дружелюбные, я уже познакомилась там. Мы будем вести новую рубрику. В каждом видео Таня будет показывать свой новый лук. Ну давай. Значит, это штаны от Zara. А это Puma. Потом кофточка. Я не помню, где я покупала. Я херово не знаю. Нет, тоже в Zara. Да? Да. А у меня, блин, ничего брендового. Я просто слушаться, я напоминаю. Всем привет. Хочу рассказать, что вчера ходила на фотосессию. Фотосессия была в Smart Studio. Все очень понравилось. Я делала для себя модельные тесты, потому что у меня есть планы на модельную карьеру и так далее. Утром я договорилась с визажистом, чтобы пойти к визажисту, накраситься и быть просто супер красивой. Но так случилось, что у визажиста не получилось и я на фотосессию пошла совсем без макияжа. И что я делала перед фотосессией? Я ходила по магазину и красилась тестерами. Мы пошли в кафе Плов Бери. Плов Рубай. Нет, Плов Бери. Плов Рубай. Плов Рубай. Сейчас будем тестить качапури и кебаб. Мы заказали лимонад имбирный. Очень вкусный. Мы очень много ходили туда, куда хотели зайти изначально, но очереди нам вообще не позволяют этого сделать. Мы три раза туда подходили, три раза там очереди. Я очень психую и Таня на меня очень рукается, как обычно по стандартам. Музыка Кто-то на тебя вот так вот и начнется драка, понимаете? Давай, давай. Нет, реально, если в Америке... Иди в тащи. Если в Америке какой-нибудь вот когда эти чернокожие, кто-то вот посмотрит, вот долго, хотя бы больше трех секунд вот этот вот взгляд будет, то все равно начнется дракой и припалкой за это. Короче, мне в Америку нельзя ехать. Ну, короче, будут разбираться, разборки. Это Таня злится, то что все люди ходят и пристально смотрят за тем, что ты делаешь, но это на самом деле нарушение какого-то личного пространства. Например, вот Пау, кафе. Вот сидят на улице, да, меня это тоже бесит. Вот ты сидишь на улице, вот ты сидишь на улице, да, ты ешь, на тебя вот так вот, бля, будут смотреть, ну, это нормально. Вот подойдешь и об голову, на! Смотри, сука. Дима, понимаешь, кого он? Если что, я Таню первый раз такой с 9 месяцев вижу. Таня, как обычно, занимается охотой на еду. Я фенхантер. Да. Мне не очень любишься играть, потому что очень маленькие порции. Сейчас будет ситуация, которая знакома многим парням. Надеюсь, вы это узнаете. Когда девушки фотографируются в машинах. Рассказываю. Таня предложила сходить с нам в Дабаус Ви и Хилтон. Кафе, ресторан, наверное, который находится недалеко от Немиги, точнее, на Немиги. Я одет в шорты, в какую-то байку и безрукавку, похож на босика. И объясняю Тане, что меня туда не пустят, потому что я оборвыш. Таня сказала мне одеть штаны, в которых я когда-то работал на эстонах. Вот понимаете, да, к чему я веду. Таня, между прочим, одета хорошо, а я одет, как бедный беларусь. А Таня, как итальянец. В общем, сходили мы сейчас на чердак. В общем, сходили мы с Таней в Пуо-Фрубай. Если честно, она мне очень понравилась, потому что порции очень маленькие. Мы купили одну или один хачапури, один лиля-кебаб из баранины, где порция за 8-50 рублей была даже не на ребенка. И лимонад имбирный. Лимонад хороший, в хачапури обычный, лиля-кебаб вкусный, но, господи, это очень-очень-очень маленькие порции. Тане весьма не хватило. Сейчас мы гуляем по Зубицкой, пока здесь нет людей еще. Мы ходим по Зубицкой, точнее по развалинам, которые здесь. Но интересно, если идти с друзьями здесь на полную трассе с бабки в барах и накидывался максимально жестко и максимально просто, то это прям идеальный вариант. Но что вот очень радует, мы недавно так обсуждали насчет культурной какой-то улицы в Минске пешеходной. Вот приближается на ратуши здесь, точнее возле ратуши здесь концерты. Очень прикольно. Это, наверное, чье-то жилье. Потому что маленькие порции и ты хера платишь, даже не знаешь, за что ты платишь, потому что вообще ничего не вкусного. Ну, нет, ладно. Кебаб был вкусный, но он был очень маленький. Мы хотели сходить в хинканю, как мы уже говорили. Вообще, надо было подождать. Ой, надо было подождать, посидеть, подождать. Но просто кто-то психовал, и из-за этого человека мы не пошли никуда. Вот честно. Если бы я не достал камеру, мы бы так и не узнали сути, из-за чего Таня расстроена. А еще вот, девочки-мальчики, хочу вам посоветовать очень классную вещь, которая, надеюсь, вам поможет, как и мне. Это дневник. Очень классная вещь, потому что у меня очень много дел, и я всегда записываю в этот дневник все, что надо сделать. И уже неделю я им пользуюсь, и постоянно все успеваю. Просто чудо. Я не представляю, как я справлялась без него. Потому что в телефоне ты всегда забываешь, либо ты удаляешь нечаянно, и нельзя там поставить галочки и так далее. Поэтому юник — это самое то. Поэтому планируйте все. Я планирую это все за неделю, за год. Так что у меня все получается как раз. Поэтому самое лучшее, что есть. Советую. У нас сегодня 21 августа. На улице 14 градусов. Погода отвратная. Делать ничего не хочется. Полнейшая скука. Отдел огромное количество. И неизвестно, как с этим всем справиться. Кстати, кто не знал, Таня у меня занимается теннисом. И сейчас она проводит вместе со своей подругой Ксюшей набор деток с 5 до 8 лет в группы. Девочки хорошо играют в теннис, а не профессионалки. Поэтому вся информация будет под видео в описании. И кто хочет, советуйте своим знакомым ребятам с детьми. Может быть у кого-то есть свои братья, сестры. С удовольствием девочки потренируют ваших деток. И все будет супер. Субтитры сделал DimaTorzok